Наш знаменитый земляк, поэт Владимир Зубов, автор лирики, посвященной нашей малой родине. Из нее можно узнать, когда в Подмосковье наступает таяние снегов, раскрываются первые почки, гремят первые грозы, какой бывает пора листопада и как тоскливо тянется длинная зимняя ночь. В Видновском крае чтут своего талантливого земляка. Незадолго до очередного фестиваля зубовских чтений в Развилковской библиотеке состоялся отборочный этап конкурса. Основной целью является знакомство с творчеством поэтов и писателей родного края, чтобы наши дети знали своих героев. Ну и, конечно, это развитие творческого таланта детского. Конкурсанты были разных возрастов, как совсем маленькие первоклашки, так и более взрослые дети. Максим учится в третьем классе, интересуется конструированием военной техники, изучает в этой связи даже специальную литературу. Несмотря на такое серьезное увлечение, стихотворение выбрал, как он сам говорит, игривое. Во-первых, оно смешное, во-вторых, не очень сложное. В-третьих, много артистизма надо, чтобы рассказать разные стихи. Артистизм – это как раз то качество исполнения, которое наиболее высоко оценивается судьями зубовских чтений. Каждый ребенок, чтобы прочитать стихотворение, он должен проникнуть в суть этого стихотворения, он должен почувствовать его и передать вот эти чувства зрителям. Мы рисуем отлично! Мы рисуем хорошо! Было бы очень неприлично, если бы дождик вдруг пошел. С Андрюшей мы уже знакомы, правда, знаем его с другой стороны. Главная страсть в его жизни – это плавание. Я очень люблю спорт, обожаю, просто обожаю, когда мы с ребенком, но я это очень люблю. В этом, наверное, и заключается сила искусства. Оно объединяет непохожих, вдохновляет людей из всех сфер человеческой деятельности на замечательные поступки. По итогам этого тура будут определены участники финала конкурса, который состоится в апреле. Илья Кремлев, Данил Свидерский, Елена Кошелева, Видное ТВ.